Действие 2. Картина 8. Гамбургский счет. Вместо стандартной двушки роскошные многокомнатные многоэтажные апартаменты, часть из которых отведена под лечебные нужды. Из окон открывается вид на главный храм города или страны. Шкаф отодвинут в сторону, но все равно царит на игровом поле. Юрик, прикрывая рукой мобильный телефон, ведет разговор, почти шепчет. Анжелочка! Анжел мой! Жетем и все такое. Я в этих буржуазных языках не силен, твою мать. Не твою. Постой, послушай. Я говорю, забыл уже все. Ау! Я громко говорить не могу. Ты меня слышишь? Не могу я громко говорить. Ты куда пропала? Моя сегодня отчаливает. К родичам сына везет на каникулы. Что? Не понял. Я тебя не слышу. Что? Что? Что ты молчишь? Смотрит на дисплей. Ой, зараза! Набирает комбинацию цифр. Телефон отвечает булькающей мелодией. Не понял. Как это минус семьсот? Собаки бешеные. Копается по карманам, считает мелочь. Ёперный бабай. Сорок семь рублей. Шесть копеек. Ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Лезет в стол. Перебирает банковские карточки. Мастер-карт, блин, подмастерье. Виза, твою мать! Куда только эта виза? Звонок мобильного. Хватает трубку. Ой, радость моя! Мое наслаждение. Ай! Не понял. Да сам ты пошел. Вова, ну ты, блин, ну не вижу я на этом экранчике. Ну ладно, ну извини. Подожди, Вова, Макса попроси, пусть на мой счет кинет тысячи две. Да не, две хватит. Я отдам сегодня же. Вова, ну я в интернетах ваших, этих компустерах, ни хрена не понимаю. Куда там, чего положить надо? Положил бы с прибором. А че? А че? Мне Асса нравится. Я торчу полностью. А ты че звонил? Да и ну, из Голландии приехал? Из Голландии ко мне? Ёперный бабай. Так, надо же это... Ну, я и говорю. Сейчас, ага, Галка разберется. Ага. Ну, давай. Давай. Галя! Галюся, Галчонок! Галушечка! Любовь моя, твою мать! Сколько звать можно? Откуда-то выглядывает Галя. Не ори, не дома. И дома не ори. Юрик, кто орет? Я не ору. Я созываю медперсонал на летущее заседание рабочего коллектива. Галя, клоун. Сейчас приду. Юрик, ну давай, давай, шевелись. У нас еще дел по горло. Где регистратура? Галя, откуда я знаю? Юрик, Витя! Виктор! Юрик, опять надрался алкаш хренов. Давай его в шкаф затащим. Галя, оставь Витюшку в покое. Юра, угол шоу, обана! Нифига себе крен. Это почему это? Человек мучается и нас мучает. Галя, ну я обещала его не трогать. Для него водка как... Короче, закрыли тему. Юрик, тьфу, понятно. В семье не без Вити. Бог с ним. Давай деньги. Галя, зачем? Юрик, подержать захотелось. Я, Галушечка, с некоторых пор люблю деньги в руках держать. Берешь пачечку, так аккуратно, нежно так гладишь, перебираешь, рассматриваешь. И такое, понимаешь, возбуждение по телу, такое напряжение. Галя, ты нормальный? Юрик, ну ладно тебе, ну шучу я. Просто посчитать надо. Галя, зачем? Юрик, господи, ну как-то разделить надо. Ты уезжаешь, а нам тут с Виктором шиш. Вообще давно цену надо поднимать. Я тебе сто раз говорил. Что такое пять тысяч, если человек навсегда теперь пить бросает? Да он за первый месяц, знаешь, сколько сэкономит? А за год? Прикинь, по-моему, нормально. Пять минут пять тысяч. А если кто хочет десять минут посидеть, для закрепления результата надо десять брать, а лучше пятнадцать. Так бы он эти деньги зря пропил. А сэкономит, машину купит. Или подарок жене детей на море свозит. Первый раз, может быть, в жизни. Заходит Виктор. На нем прочерный халат и шапочка. Брюк на нем нет. Волосы мокрые. Юрик подозрительно его разглядывает. Виктор, слушайте, вы, господа, епи эти краты, я в этих ваших хоромах, блин, путаюсь. Юрик, давай таблички повесим. Какие таблички? Мозги лучше включай почаще. Где твои штаны? Виктор, да при чем тут штаны? Мозги. Галя, скажи мужу своему, пусть указатели сделает. Кухня туда, спальня сюда, кабинет на второй этаж. Я из лифта вышел и, блин, по привычке, как раньше. Ну, сразу направо в дверь. Там темно. Иду спокойно, блин. Ну, откуда же я знал, что там еще бассейн? Юрик. А, я думал, что ты с пьяну обмочился. Витюшка-макроштан. Бляха-муха. Виктор, слушай, ты сам макроштан. Сейчас как звезда нового уха, бляха-муха. Дурак. Галя, а где штаны искать? Галя, господи, чудо ты мое. В комнате твоей, на вешалке, в гардеробе. Виктор, а комната моя где? О, господи, да что же это за мне, за что же это мне наказание такое? Иди сюда. Вот сюда, потом по лестнице. Ладно, подожди. Сначала с зарплатой разберемся, потом я с тобой схожу. Виктор, Юрику, понял? И нечего на меня пялиться. Галя, да хватит вам цапаться, ни минуты покоя от вас. Или за сковородкой сходить? Она у меня на готове. Юрик и Виктор затихают. Так, что мы имеем? Достает коробку с деньгами. Юрик цепляется в них взглядом. Виктор, деньги, деньги, деньги. Мне хватит, давай, Юрик. Руки убери и губу закатай, работник фигов. Деньги ему. Виктор взбесился? Смотри-ка, это что, на почве трезвого образа жизни? Галя, слушайте, уймитесь оба. На, Юрик, посчитай, быстрее будет. Дает половину денег из коробки Юрику. Юрик, вчера вроде пачка толще была. Считает несколько купюр незаметно пряча. Галя, неплохо, неплохо. Юрик, так, хорошо, у меня раз, два, три, четыре. Галя, ну давай сюда, давай, теперь делим. Витя, Витя, что? Галя, это тебе, Виктор. И все? Юрик, хватит. Я бы и столько не дал, все равно пропьешь. Виктор, а это не твое дело. Собачье. Галя, хватит, Витя, не наглей. Ты на это не наработал. Это жабы вы, злобливые кроты. Юрик, я тебе сейчас по мозгам-то настучу, убогий. Галя, тихо, достали. Это Владимир Вальдемаровичу. Юрик, а он что, не лопнет? Галя, Юрик, твоя голова в одном малюсеньком шаге от сковородки. Это тебе. Юрик, что? И все? Галя, все. Юрик, нет, так не пойдет. Ты уедешь? А мы тут крутись как хочешь. С уборщицей рассчитаться надо. Шкаф планового ремонта требует. Объявление в газету дать надо. Ролик снимать хотели. Прием опять же вести. А на пожирать. А на телефон. Галя, кстати, по поводу телефона. Телефонистку твою я уволил. Точнее, уже уволила. Юрик, какую телефонистку? Галя, Эллочку, Яночку, солнышко, деточку, дурочку. Юрик, а, Яну Павловну, уборщицу. Галя, тоже мне уборщица. Нашел же куклу похотливую. Юрик, ничего, она не кукла. Нормальная девочка, на учебу зарабатывает, как умеет. Галя, Яс, сказала, и точка, все, нет ее. Виктор, правильно, правильно, этот конь ей все время под юбку заглянуть норовил. Юрик, заткнись, заткнись ты, алкаш. Ты видел, как я заглядывал? Виктор, а как же, Ясен Пень. Я даже не пьяный был. Юрик, заткнись. Галя, короче, у нас она больше не работает. И на учебу пусть в другом месте зарабатывает. Юрик, ты ради бога, другую найду. А на ремонт? Галя, сколько? Юрик, ну, петли, шпатлевка, колер, то, сё. Тысяч пять, минимум. Галя, на две. Юрик, две? За две сама чини. Две. Да и за две. Галя, все, собрание закончено, мне на вокзал пора. Виктор, штаны, штаны как? Давай по-быстрому сбеганем, покажешь мне. А то у меня деловая встреча. Галя, какая встреча, это с кем, почему не знаю? Виктор, с официанткой, в кафешке за углом. А что, нельзя? Галя, понятно. Снова сегодня на бровях приползёшь? Виктор, отстань, Галочка, не лезь. Мы договорились. Юрик, ладно, я пойду костюм надену. Галя, зачем это? Юрик, Володя звонил. Сейчас к нам какой-то голландец заявится. Мебельщик с переводчиком. Сумасшедшие деньги обещал за возможность осмотреть шкаф. Галя, значит, провожать не поедешь. Юрик, веточка моя, ну как я могу? Людей встретить надо, показать, рассказать. Галя, ну ладно, спустись хоть на секундочку, ребёнка поцеловать. Юрик, ага, костюм надену и спущусь. Галя, ну давай, давай, беги. Юрик уходит. Витя, иди в комнату, я тебя сейчас догоню. Деньги только в сейф положу. Виктор, понял, уходит. Галя снова пересчитывает деньги. Ха, спёр таки, зараза. Юрик, зараза. Интересно получается. Денег хоть заешься. Дом, дача, ещё три дома, машина, массажи, курорты, любые развлечения. Раньше о таком я и не мечтала. Это же просто счастье, казалось бы. А здесь вот пусто. Пусто. Юрик этот, то уборщицы, то студентки. Кобель. Раньше пил, так хоть не гулял. Думает, я не вижу. Думает, я слепая. Витя тоже. Что мне с ним делать? Жалко его. Ну, действительно, убогий какой-то он. Простой, как молекула. Ребёнок ребёнком. Пьёт, мучается. Не пьёт, тоже мучается. Ой, надоело всё. Заходит Юрик в костюме. Но как? Галя. Красавец. У-ху-ху-ху. Эй, беги, ребёнка целуй. Я к Витюшке и сразу еду. Юрик. Слушайся, ваше сосисо. Направляется к двери. Галя. Если узнаю, что ты тут без меня, Юрик, не волнуйся, солнышко, ничего такого ты не узнаешь. Возвращается, чмокает её в щёчку, выходит Галя. Кто бы сомневался. Сокрушённый качает головой, уходит вслед за Виктором. Темнота. Картина восьмая. Делегация. Издалека доносятся голоса. Голос Юрика. Ван момент. Уно моменто. Вельком. Открывается дверь. Заходят Юрик, голландец и его помощница Юлия в потрясающей мини-юбке. Юрик с вожделением разглядывает Юлины ножки. Юрик. Гутен так. Как говорится, познакомимся. Май нейм из Юрик. То есть Юрий. Голландец. Добрый день. Моя имя Карл. Карл и Кейман. Юлия. Здравствуйте. Я Юлия. Юрик пожимает руку голландцу. Очень приятно. Долго целует руку Юлии. Очень, очень, очень приятно. Проходите, располагайтесь как дома. Голландец слегка коверкает слова. Спасибо, Болшуя. Я приехал к вам с интересом смотреть шкаф. Мой предка, который ваш царь обучал очень давно. Юрик. Да, 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 да. Конечно, конечно, можно. У вас очень красивая переводчица. Голландец. Это не переводчица есть. Мне переводчица не нужен. Я любит вашу страну и хорошо говорю на русский язык. Это моя помощница из мой русский филиал. Юрик. Понимаю, понимаю. Юлия. Господин Икейман хотел бы посмотреть шкаф. Голландец. Да, да, да. Я очень хотел смотреть. А времени имеет мало. Юлия. Тихо Юрику. Предложите господину Икейману кофе и бутерброды. Юрик. Да, 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 да. Дипломатия. Господин Икейман может чего-нибудь поесть или попить? Голландец. О, с многим удовольствием. Кофе и бутерброд можно два. С сыр. Моя помощница вам помогает. Юрик. А шкаф смотреть после еды будете? Голландец. Нет. Сейчас. Пока в Икейман будет бутерброд делить. Юлия. Идите на кухню. Я сейчас приду. Где у вас кухня? Юрик. А там прямо. Так я иду? Юлия. Да, да, идите. Юрик выходит. Голландец. Он странный, ошень есть какой-то. Идите посмотреть за ним. Мне хватит пять минут нужно. Юлия. Похоже, именно этот шкаф. Профессор не ошибся. Голландец. Разберусь. Иди. Я действительно глотнул бы кофе. Юлия. Судя по всему, он не прочь за мной ухлестнуть. Голландец. Пусть. До определенной предела. Юлия поняла. Идет на кухню. Икейман открывает кейс с необычными инструментами. Надевает на голову маленькую лампочку-светильник на резинке и очки для ювелирных работ. Подходит к шкафу и внимательно его осматривает. Делает соскобы. Ваткой снимает какие-то пробы. Все тщательно кладет в маленькие пакетики. По временам удовлетворенно цокает языком и покачивает головой. Гуд. Гуд. Сцена продолжается на кухне. Юрик стоит у стола с ножом для нарезки сыра в руке. А, вот и вы. Я вас так ждал. Что-нибудь выпейте? Вино? Водка? Коньяк? Юлия. Нет-нет, я не пью алкоголь. Юрик грустно. И я. Совсем. Юлия. Воду, если можно. Юрик. Воду? Правильно. Наливает. Вода – источник жизни. Давайте на брудершафт. Юлия. Воду на брудершафт. Юрика, у нас такой обычай. Юленька. Как можно быстрее что-нибудь выпить на брудершафт? Давайте. Юлия. Ну, хорошо, если такой обычай. Немного странно. Юрик. Странно, но приятно. За вас, Юлечка. Бьют, целуются. Ой, у вас, Юлечка, такие губы, Юля. Какие? Юрик. Такие, ну, правильные. Еще воды? Юлия. Нет, спасибо, попозже. Хорошая кухня, удобная. Юрик. Да-да-да, кухня. Смотрите, это холодильник. Юлия. Да, я знаю эту марку. Хороший холодильник. Юрик. На нем магнитики. Я их собираю. Самый интересный внизу. Посмотрите, вам понравится. Юлия наклоняется. Юрик пытается заглянуть под юбку. Юлия. Красиво. Юрик. Да-а-а. Юлия. Особенно вот этот. Юрик. Да-а-а. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Например, спальню. Юлия. Зачем? Вы что, сыр в спальне храните, Юрия? И там-там тоже. Идемте. Из комнаты доносится голос голландца. Юрий. Юлия. Я закончил. Юрик в сторону. Как закончил? Он закончил, а я? Я-то еще не закончил. Я даже не начинал. Юлия. Идемте. А то неудобно. Берите бутерброды, а я кофе возьму. Юрик. Черт. Просто вот черт знает что. Заходят. Слушайте, вы так быстро, голландец. Я специалист. Я хорошо знат, что смотрят. Юрик. Я тоже голландец. Все уже посмотрел. Юрик. Молодец. Ну и что же вы насмотрели, голландец? О, много-много насмотреть. Я много читать про этот шкаф и сразу разбирался. Юрик. И что? Голландец. В нашей семейной архив есть большое письмо. Мой предк. Этот шкаф лечит алкоголик. Правильно? Юрик. Ну, правильно. И что? Голландец. Это очень волшебный шкаф. И имеет несколько опасные последствия для щеловек. Например, побочный эффект. Юрик. Какой эффект? Я не боюсь никаких эффектов. У меня на них это противоядие. Голландец. А как вы правильно сказал? Нужно иметь противоядие. Только не таблетка. А противоядие здесь. На мозги. Я правильно сказал, Юлия? Да-да-да. Гера Кейман. Вы очень правильно сказали. Юрик, вам нужно пройти медицинское полное обследование на предмет психического здоровья. На всякий случай. Юрик, зачем? Голландец. А вы сами быть в шкафу? Юрик. Ну, был. И что? Голландец. Нет-нет, ничего, ничего. Я не хочет вас пугать. Я хочет, предупреждает. Хороший кофе. Смотрит на часы. О, спасибо большое, спасибо. Вам спасибо за уникалную возможность. Извините, нам пора. Мой самолет. Я должен летать к мой дом. Юрик. Юлия. Вот тут вот мой телефончик. Юлия. Спасибо, при случае позвоню. Голландец. До свидания, Юрий. Думаю, еще увидимся. Юрик. С удовольствием. До свидания, господин Икейман. Юля. До свидания. Очень вкусная у вас вода. И магнитики красивые. Юрик. До свидания. Звоните, я буду ждать. Уходят. Юрик стоит в задумчивости. Какая такая таблетка на мозги. Да пошли они. Жрать хочу после этих бутербродиков, как сто китайцев. Уходят в кухню. Темнота. Картина девятая. Витя женихается. Входят Виктор и официантка Мария. Виктор, загородив собою проем. Машенька, Мария, проходите. Проходи. Мария протискивается. Куда? Виктор. Туда, сюда. Куда глаза глядят? Мария. Ой, они у меня разбегаются. А туфли снимать? Виктор, зачем? Ну как? А грязь? Чтобы не натоптать. Виктор. Ничего, солнышко мое. Топтайте сколько хотите. Ух. О, голова плывет. У меня тут уборщица есть. Вымоет. Ходите, осматривайся, привыкай. Мария, явно стесняясь. Ух ты, как у вас тут. Виктор, как, хорошо? Мария. Богато, богато. А я не знала. Думала, вы просто алкаш. Да, хорошо, здорово просто. Но немного, извините, не знаю, как сказать. Жадно. Виктор, жадно? Почему? Мария. Не знаю, ну как-то вот так вот показалось. Вы не обижайтесь. Цветочков не хватает. Тарелочек симпатичных, картинок. Виктор, понял. Сделаем. Я все время население приходящее опрашиваю на предмет недостатков. Выявляю и выправляю. Квантум сатис как-никак. Ну это по-латышски. Мария, по-латыни вы хотели сказать. А я как сказал? Ой, Мария, при виде вас у меня путается все, недостатки вылазят. Мария, у вас есть недостатки? Виктор. А ты думала, недостатки у всех есть. Мария. И у меня? Виктор. Конечно. Но только один. Мария. Какой? А такой, что вам... Вам... Вам меня не хватает? Мария. Не поняла. Виктор. Ну ничего, я потом объясню. Вы... Слушай, давай на ты. Ты ходи, смотри. Мария прохаживается. Рассматривает все вокруг. Значит, сюда население ходит? Виктор. Ага. Всякое. Часто? Виктор, обижаешь каждый день. Я ж доктор. Реально мотолог, можно сказать. Мария. Да-да-да, ты говорил. А чем болеют? Ну, кто чем? Кто остеохренозом? У кого кожа? Ой, слушай, я при виде вас, тебя забываю все... Ну, сильно в пупырышках. Слушай, тут такой ослептус голый мубис бывает. Это ж просто страх берет. Ну, это я по-латынски. Привычка. Особенно много тех, кто печенкой мучается и мозговой непроходимостью. Мария. Ужас. Виктор. Конечно, ужас. Я прям немею. Ага. А вот, вот тут вот я работаю. А вот там за ширмой клиенты ждут. Вот анонимные. Иди-ка тебе сюда. Подводит Марию к шкафу. Смотрите. Вот наш самый главный. Механика Харакири. Мария. Ого, какой шкаф еще. Точно Харакири. Просто монстр. Виктор. Вот он и есть монстр. Только это не шкаф. Это шкафограф. Его так зовут. Агрегат для лечения. Мария. Обалдеть. Виктор. Ну, это специально сделали, чтобы не пугать. Больной подходит там, смотрит. Ага, шкаф. Ну, так, ничего. Ничего не подозревая. В шкаф заглядывает. А тут я. На! И больной безболезненно прямо влетает. Вот как это вот. Раз, пера. Ну, как предки завещали. Адастра. Вот в новую жизнь. Мария. Через шкаф. Адастра. Виктор. Ой, Мария. Если бы вы видели меня в эту секунду. Я парю. Я взлетаю. Я сам не свой. Вот такая энергетическая. Это вот чакра. Вот здесь вот прорезывается. Ой, просто как в этой. Ну, знаете, в этом сериале. Блин, опять забыл. Ну, в общем, не в сериале дело. У меня крылья вырастают. Ага. Не, можете не верить. Ну, вот пощупайте. Вот здесь вот под лопаткой. Ада-да-да-да. Вот-вот. Ага. Чуть повыше. Чувствуете? Вот это они. Ой, все мелочи жизни для меня в этот миг просто отступают. Далеко-далеко. И такой, понимаете, когти это аргосум получается. Только такой. Не по латыни. А вот наш такой. Настоящий. По-русски. Знаешь, аж в дрожь бросает. Мария. Интересно. Виктор. Не, здесь неинтересно. Здесь этот ослептос, который, блин, опять забыл. Маша. Или вы Маша. Или вы Мария. Я у вас на работе смотрю на тебя. И знаешь, просто вот любуюсь. Тяжелая у тебя работа, нервная. А ты вся такая светлая-светлая. Среди этого... Ой, дерьма. Ой, прости. Ну, среди всего этого безобразия. Вот просто как богоматерь на иконе. Ой, я, Маша, просто... Просто... Ну, в общем, ты понимаешь. Обратите внимание, Маша, на мой головной убор. Мария очарована его болтовней. Интересно. Виктор. А, ничего интересного в нем нет. А хочешь, я тебя продегустирую? Ой, ну, в смысле, продиагностирую. Мария, можно? Ха, тебе все можно. Мария, я не знаю. А вдруг что-то у меня не так? Виктор. Да не бойся, у тебя все так. Давай, больно не будет. Мария, ну, давай. Раздеваться? Не, я раздеваться не буду. Виктор. Что? Нет. Зачем же? Зачем же? Я же опытный. Эргосум по-латынски. Я и пальцами могу, и по глазам, даже по волосам. Садитесь вот сюда. Не, лучше сюда. Так. Виктор берет в ладони ее руки, рассматривает, гладит. А, понятно. А, ты молодец. Хорошая ты. Очень. Мария, здорова? Виктор. Что? А, да, да. О, здорова. Заходит сзади, гладит волосы. Я вот что тебе скажу. Мария, что-то не так? Виктор. Нет-нет-нет, все так. Знаешь, заходи за меня. Мария встает, заходит за Виктора. А ты куда? Так ты ж сказал, заходи за меня. Виктор. Ой, это от волнения. Волнуюсь. Не заходи, а выходи замуж за меня. Мария. Куда? Замуж. Мария. Ой, а можно? Виктор, глупенькая. Конечно. Можно. Мария. Я не знаю. Так странно. Витя. Виктор. Ну, как же так? Сразу. Я же... Вы же алкоголик, Витя. Вы хороший, Витя. Не обижайтесь. Мне надо. Я подумаю. Сейчас. Ой, не могу я. Мне на работу надо. Бежит к двери. А бывает, по ходу дела, туфли. Виктор. Подождите. Я с тобой провожу. Уходят. Картина десятая. Пресловутый треугольник. Через несколько дней. Гремят ключи. Открывается дверь. Появляется Галя с дорожными сумками. Одновременно умудряется говорить по мобильному телефону. Да. Да все нормально, папа. Я уже вошла домой. Вот, надеваю тапочки. Ставит сумки у двери. Снимает сапоги. Надевает тапочки. Сапоги швыряет в шкаф. Шубу вешает туда же. Начинает разбирать вещи, не прекращая разговора. Да что вы все время так переживаете? Юрик! Заглядывает в комнаты, в кухне. Юрик! Нету его. С Виктором, наверное, шляются. Витя! Виктор! Точно. Вместе шляются. Смотрит на часы и сокрушенно качает головой. Опа! Па, не волнуйся. Да куда они денутся? Метро закрывается скоро. Едут наверняка. Достает большой сверток. Нюхает его. Все нормально, па. Доехал фарш. Доехал, говорю, нормально. Спасибо тебе. Да понятно, домашнее оно и есть домашнее. Здесь я такого мяса в глаза не видел. А знаешь уже сколько? Нет, я на рынке не покупаю. Черт его знает, что подсунуть могут. Па, запах! Жаль, что ты не чувствуешь. Ладно, пап, я заканчиваю. Надо срочно на сковородку бросить. Ох, котлетки будут. Прелесть. Нет, папуля, что ты? Какая домработница? Я сама. Ты же знаешь, котлеты я никому не доверю. Вообще я люблю готовить. Ну все, давай поцелуй Кирюшку. А, спит уже. Маму поцелуй, скажи ей от меня. А, тоже спит. У вас сейчас сколько уже? Я время еще пока путаю. А, да-да-да, стихами заговорила. Да, все, папулечка, все, родной, целую. Устремляется на кухню, возвращается, забирает туда же сумки. Слышно, что на кухне включилось радио. После долгой паузы открывается входная дверь. Появляется Юрик и с ним Анжелика. Анжелика молода, обаятельна, хитра и начисто лишена приличия. Юрик, мадам, проходи, располагайся. Анжелика, наливай. Юрик, ты хоть разденься для начала. Анжелика, нечестье, начало. Чмокает его в щечку. Шучу. Хорошо у тебя тут скромненько, но хорошо. Мне б такую хатку. Намек, понял? Юрик, ой-ой-ой. А губа у тебя не опухла? Анжелика выхватывает из сумочки зеркальце. Где? Юрик, на бороде. Это я о намеках. Хатку ей. Со временем, может быть, и получишь. А может быть, и нет. Все заработать надо. Анжелика. Ой, заработать? Так вот прямо заработать? Ой, не могу. Ой, как пахнет. Держись, зайчик виснет на его шее. Я прям балдею. Юрик, я тоже прямо млею. Анжелика. Анжелика, перестань блеять. Лучше скажи, здесь у тебя что? Юрик, там детская. Анжелика, фи. Это будет наша спальня. Помоги, милый. Снимает шубку с помощью Юрика. Видит шкаф. Раритет. Бросает шубку в шкаф. А там что? Юрик. Столовая, кабинеты, кухня там. Анжелика. Ой, как вкусно пахнет. Объевает Юрика руками. Долгий поцелуй. Там кто-то котлеты жарит? Юрик в Истоме. Какие котлеты? Галя ребенка к родителям повезла. Вернется завтра. Ну, я не знаю, она еще не звонила. Анжелика, а ты позвони ей, спроси заодно, скажи, что может не возвращаться. Голубь ты мой, пижончик сладенький. Юрик, а что это я, пижончик-то? Анжелика. Долатек ты у меня, голубь сладенький. Голубок это и есть по-французски пижончик. Снова обвивает Юрика руками. Целует. Вот, вот, вот. Из кухни выглядывает Галя. Они ее не видят. Галя некоторое время в ужасе молча наблюдает, прислонившись к дверному косяку, потом исчезает в кухне. Анжелика покрывает лицо Юрика поцелуями. Звони, звони, любимый, мымре своей. Пусть катится. А мы с тобой. Ты у меня, я у тебя. Звони давай, этой твоей. Этой твоей твари. Звони, говорю. Юрика торопел. Нефиг ей тут делать. Пусть катится. Нам самим места мало. Юрик, она не тварь. Она жена моя. Анжелика. Утю дулясок у меня. Я же посютиля. А дулясок мой на дыбы. Целует Юрика. Ну, какая она тебе жена? Я теперь тебе жена, шляденький мой. У нас будет домик у Моля. Сладенький хочет домик у Моля. Юрик сладенький жрать хочет. Анжелика. Фу, противный. Давай шампанского выпьем. У тебя есть шампанское? Юрик опешил. О, шампанское. Знаешь, я как-то не подумал. У меня Байкал есть. Я Байкал люблю. Хочешь Байкала? Анжелика. Ну, ты в своем уме, Юрасик. Какой Байкал? Ты что несешь? Шампанского нет? Ну, тащи, не знаю. Давай тогда начнем с виски. Мне Джонни Уокер. Грин лейбл. Ну, или голф лейбл. Можно и Чига Сривол. Юрик. Оригал, значит. Нет у меня виски. Анжелика. Ладно, бывает. Не принимает организм. Понимаю. Ну, тогда коньяк. Есть Реми Мартен? Юрик. И Мартина нету. Анжелика. Ох ты мой. Да ты гурман. Водку, что ли, хлещешь? Хотя можно и водку. Юрик. Тебе что, непременно нужно эту дрянь в себя взалить? Вот без этого ты не можешь? Анжелика. Юрасик. Солнышко. Юрик. Я не солнышко. Анжелика. Ну, хорошо. Юрик. И не Юрасик. Анжелика. Ну, хорошо, хорошо. Можно и без Юрасика, и без солнышка, но без спиртного. Как? Это же топливо. Юрик. Ну, нет у меня топлива. Не пьющий я. Анжелика. Анжелика. Глюпенький мой, не пьющий дурацко. Ну, потом мы с тобой об этом поговорим. Целует его. Ты будешь звонить? Юрик. Куда? Зачем? Анжелика. Забыл уже. Ты хотел? Ну? Юрик. Что хотел? Анжелика. Ты хотел позвонить. Ну? Ну, вспоминай, куда мы хотели позвонить. Замечает фуражку капитана. Вау! Это твоя, милый? Юрик. Моя? А что? Анжелика. Круто. Юрик вынимает телефон. СМС-ка. СМС-ка. Я. Музыкальный сигнал. Глюпинький мой непьющий. Юрик. Ну ты что? Ну ты совсем вот без этого не можешь? Анжелика. Могу. Могу. Но с текилой я такое могу тебе и не снилось. Беги, беги, беги. А я пока в душ залезу. Юрик. Там внизу бассейн есть и сауна. Анжелика. Вау! Покажи. Только я без купальника. А ты ко мне в бассейн придешь? Музыкальный сигнал мобильного телефона. Юрик. Достал! Читает СМС. А в итоге Агдаровокс. Не, это просто скотство. Я ему сейчас такое отвечу. Сволочь. Из кухни со сковородкой в руке тихо выходит Галя. Подкрадывается к ним сзади. Анжелика. Агдаровокс. Сковородка радостно хихикает. А, я поняла, я поняла. Этот гад тебе наоборот пишет. Юрик. А, зараза. А в оток Агдаровокс. Сковородка готова. Ё-моё, Галя! Галя с криком бросается на них, размахивая сковородкой. Анжелика визжит от ужаса, пытается укрыться. Начинается погоня вокруг стола. Все орут. Юрик бросается под стол. Анжелика устремляется к шкафу, распахивает дверцу, хватает свою шубу. Галя к ней приближается. Анжелика прыгает в шкаф, захлопывает дверцу. Галя рвет дверцу, пытаясь открыть. Юрик из-под стола. Галочка родная, это не то, что ты думаешь. Галя, выходи, гадюка. Я тебе все равно достану. Выходи, дрянь! Юрик выглядывает. Я тебе говорю, это совсем не то, что ты думаешь. Галя, ах ты паршивец сопливый, ах ты паскудник пакостный. Анжелика, выходи, девка мерзкая, я с тобой разберусь. Немедленно выходи, тварь безмозглая. Я тебе такую текилу покажу. Ты, гадина, захлебнешься своей текилой. Выходи! Юрик, от бабы, говорю тебе успокойся. Не смей пациентов трогать. Галя, ты сейчас сам у меня пациентов станешь, свинья. Дергает ручку шкафа. И эта соплюха твоя тоже пациенткой станет. Обоих сейчас отправлю в хирургию. Выходи без купальника. Юрик выползает из-под стола. Бросается к Гале, хватает ее сзади. Успокойся, это пациентка. Приди в себя. Галя, пытаясь освободиться. Сейчас приду. Я тебе, зараза, сейчас так приду. Выворачивается из его объятий и, широко размахнувшись, медленно, как в рапиде, бьет его сковородкой по голове. Низкий звон, похожий на колокольный. Юрик хватается за голову, оседает на пол. Дура! Галя охает, неожиданно отбрасывает сковородку, бросается к нему, обнимает, начинает рыдать. Юрик, солнце мое, ой, я не могу! Гладит его по голове. Он морщится. Больно. Скажи, любимый, больно? Юрик. За что? Открывается дверца шкафа. Выходит, Анжелика, что-то в ней изменилось. То ли походка, то ли осанка, или что-то другое. Анжелика, простите, Галина, не знаю вашего отчества. Галя, ты молчи, я из-за тебя. Анжелика, я вас, Галина, понимаю, очень хорошо понимаю. Я бы в такой ситуации не знаю, что сделала. Я очень вас понимаю. Галя, уйди, пока я тебя не пришибла, мразь. Анжелика, да, да, а таких, как я, всегда так говорят. Боже, как это противно! Галя, ах, ты еще рассуждаешь здесь, паскудница! Анжелика, и все же, Галина, я бы на вашем месте не стала бы так ронять своего достоинства. Паскудница, мразь, такие слова во мне идут. Вы же добрая, порядочная женщина, вы прекрасная жена. Я вижу это. Вы замечательно готовите. Вы любите своего мужа. Кстати, муж у вас просто замечательный. Он мне так много о вас рассказывал. Знаете, как он вас называл? Веточка, зернышко. Мышонок, если бы меня кто-нибудь так называл... Галя встает. Хватит, хватит тут мне на жалость давить! Снова берет сковородку. Я тебе не жилетка. Нагадила и на жалость давит, направляется к ней. Пошла вон, иначе я не знаю что. Анжелика, я приношу вам, Галина, свои самые искренние извинения. Я пока там сидела, у меня вдруг что-то в голове перевернулось, и мне очень-очень стыдно. Поверьте, я говорю от души. Галя, что? О, тебе стыдно? Она от души говорит. Распахивается дверь, влетает Виктор, ведя за руку Марию. Виктор, молчать! Всем молчать и слушать! Анжелики, здравствуйте! Галя, Галя, прости. Послушай младшего брата хоть раз в жизни. Мария, Витенька, может, не надо все же? Виктор, надо, Мария, надо! Галя, руки в боки. Я не поняла, а это что у меня тут за бунт на корабле? Продолжает двигаться к Анжелике. Тварь ты наглая! Виктор преграждает ей дорогу. Постой, сестра, молчи! Меня послушай! Я всю жизнь был при тебе. Ты меня учила, наставляла, умудряла, улучшала, направляла. А я был ничем. Я был твоим младшим братом, которого можно пхнуть, можно пристыдить, можно, пожалуй, эти даже приласкать. Ты не заметила, как я вырос. Я давно, очень давно стал квантум сати с самим собой. Я уже даже могу самостоятельно сидеть. Могу сам ложку держать. Могу отвечать за себя, за свой выбор, за свои поступки. Я давно стал мужчиной. Настоящим мужчиной, способным принимать настоящие мужские решения. Галя, нет. Никакой ты квантум сати с не мужчина. Сколько схватишь. Ты, ты, ты алкоголик, маленький мой. Витюшечка, братик мой, родненький. Ну, посмотри на себя. Прости меня, дуру. Лечить тебя давно надо было. Виктор, Галя, помолчи. Дай мне хоть раз сказать. Подходит к Маше. Смотрите все. Вот эта женщина. Я люблю ее. Ее зовут Мария. Мария, понимаете? Она сказала, что я хороший. И она тоже сказала, что я алкоголик. Из-под стола вылезает Юрик, держась за голову. Исповедальный вечер открыт. Кто следующий? Виктор. Юра! Я прошу тебя. Я тебя прошу, как Шурин, деверь. Тьфу! Деверь, Шурин, ну, не важно. Я очень тебя прошу. Юра! Помолчи. Даже если тебе сильно-сильно хочется сравнять меня с дерьмом. Прости, Машенька. Я тебя умоляю, помолчи. Ведь это же так просто. Абхэдис, сэгрэгарэ овэс. Это единственный случай, когда Виктор употребляет латинскую поговорку к месту. Возможно, даже не подозревая об этом. Я прошу тебя заткнуться, когда тебя об этом не просят. Юрик. Брат. Овэс, говоришь? Ну, зачем ты так меня опускаешь? Я что, овэс, а не человек, что ли? Могу совсем уйти, если мешаю. Виктор. Нет! Не надо уходить. Галя. Сестричка, обними меня. Не бойся. Просто подойди, обними меня, как маленького ты меня обнимала. Помнишь? Галя. Помню. С опаской подходит, обнимает его. Виктор. Мария. Можно я тебя поцелую в щечку? Мария. Витенька, я боюсь. Ты... Вы так страшно говорите. Можно. Только не пугайте меня. Подставляет щечку. Виктор. Не бойся. Солнышко мое ясное. Целует ее в щечку. Это совсем не страшно. Люди. Кланяется всем. Я пошел. Устремляется к шкафу, рывком открывает дверцу и, секунду помедлив, решительно шагает внутрь. Темнота. Картина одиннадцатая. Горько. Свадьба Виктора и Марии. Ресторанно-официозная часть со множеством гостей, приглашенных киновидеофотосъемками, пафосными речами и прочей лабудой, закончена. Узкая компания родных и близких прибывает домой для тихого душевного продолжения торжества. Под обязательный марш Мендельсона в интерпретации выдающейся рок-группы появляются счастливые новобрачные в сопровождении Гали, Юрика, Владимира Вальдемаровича и Макса. Все возбуждены. Галя и Вован явно уже приняли на грудь довольно много. Юрик хмур и желчен от жгучей зависти. Все пить могут сколько угодно, а он нет. Но старается скрыть раздражение. Ведут церемонию два шоумена в костюмах Петровского времени, чрезвычайно похожие на Петра Великого и Меньшикова из повествования Юрия Алексеевича. Галя Вовану. Нет, ты скажи мне, вот скажи мне, красивый у меня брат. Я тебя как женщина спрашиваю, а не как сестра Юрика дергивает ее. Ну не лезь ты к нему, что ты пристала, как банный лист. Лучше на невесту, жену посмотри. Вова, не слушай жену мою, посмотри на жену этого негодяя. Прикидывался, понимаешь, дурачком. Такой, знаешь, простачок-алкоголик. А смотри, какую красавицу отхватил. Маша, Маша, предлагаю всем выпить за вас, за тебя в смысле. Петр, тихо, тихо, друзья. За Марию мы все обязательно поднимем бокалы. И не только за Марию. Рассаживайтесь, устраивайтесь, молодые, сюда, сюда. Так, Юрий, вы своя, к вам сюда. Галина рядом с Виктором. Родители так и не приехали, Виктор. Вторые сутки в аэропорту сидят. Уже не сидят, наверное, наверное, домой уже вернулись. Звонили еще днем. Петр, так, внимание всем. Прошу тишины. Специально для молодых. Алешка, давай. Подолетает шоумен в костюме Меньшикова. В руках планшетный компьютер. Меньшиков, Минхерц, все готово. Соединение установлено. Ага. На экране планшетника родители Виктора и Гали. Голос. Витенька, сыночка, мы с отцом поздравляем тебя, родной. А где Маша? Я не вижу. Маша где? Виктор. Мама. Мамочка. Да вот Маша. Вот рядом со мной. Видишь? Маша, подвинься поближе, поближе. Вот, видишь, справа мама. За нею папа. Маша. Мама. Папа. Вот она я. Видите меня? Голос. Машенька, мы тебя видим. Вот отец тоже говорит, что видит. Вы с Виктором приезжайте к нам летом. Обязательно приезжайте. Мы здесь по своему свадьбу справим. Отец, не спорь. Обязательно приезжайте. Маша. А вы разве не приедете? Мы ждем. Ничего, что опоздали. В разговор близает Галя. Мамулечка, это я тоже, я жду. Ой, хреново мне без вас, родненькие мои, Юрка. Витьку я люблю, Машеньку уже люблю. Она хорошая, она его перевоспитала. А я дура, мне так и надо. Юрка меня своими бабами достал. Юрик пытается ее оттащить. Мама, здравствуйте. Галя, перестань. Перестань ерунду молоть. Мама, она перебрала немного, не обращайте внимания. Голос. Юра, не трогай Галю, не трогай, говорю Галю. Мы про тебя все знаем. Ты как со своим шкафом этим связался, словно сглуздо съехал. Юрик. Да, не трогаю я ее. Надралась она, портит Витьке с Машей. Праздник. Виктор орет. Уйди, оставь сестру, ничего она не портит. Правду говорит. Не твое это дело, Квантум Сатис. Петр, стараясь примирить. Друзья мои, друзья, я попрошу вас успокоиться. Вован. Юра. Убери этого клоуна. Ну, кто он такой? Петр. Владимир Вальдемарович, позвольте. Вован вынимает пистолет. Юра. Кто это Мурло пригласил? Гони его отсюда. Юрик. Вова. Тише. Брат. Перебрал. Шепотом. Пистолет убери. Давай, давай, убери. Голос из планшета. Юрочка, где Галя? Мы не видим. Маша где? Отец, скажи ты, что они там? Виктор. Мама, успокойся, все нормально. Галя просто немного не в себе. Галя бросается грудью на планшет. Витька, дурак, мама, не слушай его. Юрка-свинья вымотал мне всю душу бабами своими. Петр. Тише, друзья, тише. Не надо портить общий праздник. Вован хватает его за грудки. Ты, артист. Тебя кто сюда звал? Здесь все свои, сами разберемся. Тебе что, денег дать? Сколько тебе денег дать? Виктор. Владимир Вальдемарыч. Это я артистов позвал. Юрик. Вова, Вова, оставь его. Человек на работе. Вован. Молчать всем. Стреляет в потолок, и все замирают. Галя, я говорить буду. Галя, ты не права. Но в чем-то ты права. Юрка не понимает свое счастье. Такая женщина. Ты такая женщина, как в песне. Мне б такую. Я знаю Юрку уже... Юра, сколько мы с тобой знакомы? Лет двадцать? Ладно, я про другое. Тут все дарили молодым, дарили всякие подарки. Я понимаю, это так нужно. Я тоже хочу подарить. Витя, встань, пожалуйста. Ты, Витя, ничего не понимаешь. Ну, ты как младенец, ей-богу. Ты мне нравишься. Сестра твоя мне нравится. Жена твоя мне нравится. Ребята, вы мне нравитесь. Макс. Макс. Макс, я тут. Вован, планшет свой приготовь. Макс. Всегда готов, как пионер Петя Иванов. Вован, не трынди, Макс. А доложи по... Этой елы-палы напоили. Субординации. Макс. Есть. Планшет к акции готов. Вован. О, молодец. Теперь, ребята, не падайте. Витя, Маша. У вас есть яхта? В связи с молчанием, полным и безоговорочным, подвожу итог. Яхты у вас нет. Вернее, не было. А теперь она у вас есть. Потому что вот эти бумажки... Макс, ну какого ты? Макс, да сейчас, сейчас. Подает бумаги. Эти бумаги свидетельствуют, что яхта класса. Этого класса. А хрен с ним, с классом. Две палубы. Команда шесть человек. Кают и люкс. Что тебе, Витя, еще надо? Свистни. И омары там, или эти... Маша, что вам больше нравится? Омары или лангусты? Маша. Володя. Вы ведь так просили вас называть. Мне пока ничего не надо, кроме вот этого вот мужчины. Мужчина, ты мне нужен. Витя, слышишь? Голос. Витенька, Машенька, мы с отцом поздравляем вас. Вован. О, правильно. Мы вас всех поздравляем. Меньшиков. Сеанс связей окончен. Родители ложатся спать. У них уже утро почти. Маша. Вот и ладушки. Правда, Витя? Пусть они отдохнут. Ведь такой у них трудный день был. Спасибо, Володя. Спасибо. Ну, это такой подарок. Такой просто у меня слов нету. Грандиозный. У нас в детстве, в детдоме, мне однажды джинсовую юбку подарили. Это был для меня подарок, о котором мечтают, о котором видят сны. А о таком, как ваш подарок. Простите, я не могу говорить. Можно я вас поцелую? Витя, можно? Виктор, ну что ты, родная? Ну, конечно, можно. Петр, дорогие друзья, уже очень поздно. Молодым нужно отдохнуть. Я предлагаю напоследок, Вован. Он предлагает напоследок. Уйди, артист, не раздражай меня, а то я с тобой разберусь. Лезет в карман за пистолетом. Петр мягко, но крепко перехватывает его руку. Не надо, Владимир Вальдемарович. Не надо нервничать. Зачем волноваться? Сейчас будет еще один подарок. Последний на сегодня. Вован, какой подарок, что ты несешь? Петр. Александр Данилович Меншиков, я здесь. Ну? Меншиков, сей минут, Минхерц. Звонок мобильного телефона. Меншиков достает телефон. Все заинтригованы. Да, это тебя, Минхерц. Передает телефон Петру. Петр берет аппарат. Я слушаю Юрику. Я вас очень прошу. Музыку медленную. Включите, пожалуйста. Последний танец, господа. Меншикову реквизит неси. Юрик включает спокойную музыку. Меншиков исчезает за дверью. Петр отходит с телефоном в сторону. Что-то долго обсуждает. Все как-то невольно начинают приглашать друг друга на танец. Танцуют. Наконец музыка заканчивается. Петр. А теперь, друзья мои, обещанный подарок. Прошу внимания. Уважаемый Владимир Вальдемарович, на экстренном заседании, тайным и поименным голосованиям, слуги народа только что постановили лишить вас статуса неприкосновенности. Так что, Мусье Вован, ты арестован. Вован пытается встать. Спокойно. Не будем дергаться и портить людям праздник. Дом окружен. На крышах снайперы. Так что на этот раз я тебя переиграл. Пистолетик наградной. Достань тихонько. Вован лезет во внутренний карман. Достань тихонько. Так, чтобы я видел. Спокойно, я сказал. Спокойно, тихонько. Давай, давай, сюда его. Опа. Молодец. Молодец. Ваша лавочка, дорогие мои предприниматели, закрывается навсегда. Так что, милые мои, готовимся к черной полосе. Всеобщее, а не менее. Бумаги эти, которые на яхту, я пока конфискую. Ну, так, чтобы всем было спокойнее. Маша. Витенька, любимый, не волнуйся. У меня комната целых девять метров. Петр. А тебе, Вован, я гарантирую много-много лет жизни за государственный счет. И ежедневные прогулки. Корочку красненькую положи на стол, так, чтобы все видели. Но... Вован кладет на стол красную книжицу. Ай, молодца. А теперь ручки покажи. Я тебе говорю, ручки покажи обе. Сразу покажи. Вскакивает Макс. Выхватывает откуда-то из груды подарков небольшую коробочку с красной кнопкой. Поднимает ее высоко так, чтобы было видно всем. Ша! Я говорю, ша! Сейчас на эту кнопочку нажму. Че ты, мусор, замолчал? Поджилки трясутся? Правильно трясутся. Я на эту пимпочку сейчас надавлю и тебе. Ну, ты понял меня. Юра, ты человек правильный. Уводи Вову. Юра, не молчи. Юра, куда Вове идти? Юрик тихо в Ванну. В шкаф. Володя, давай в шкаф. Там потайная дверца. За ней ход на автостоянку. Быстрее. Макс. Владимир Вальдемарович. Ну, что ты сидишь, как кукла? Давай скорее. Мне эту штуку долго не удержать. Вован поднимается, направляется к шкафу. Общее движение. Макс грозит коробочкой. Все замирают. Вован. Юра, брат. Бегу. Прости. Вот все, что могу. Бросает Юрику портмоне. Прости. Скрывается в шкафу. Влетает Меншиков с огромным топором в руках. Минхерц. Только прикажи. Потрясает топором. Макс. Молчать всем. Молчать. Еще звук и нажимаю кнопку. Петр Меншикову. Погоди, Александр Данилович. Вот тут, видишь, как дело обернулось. Обращается к Максу. Всемилостивый, сударь. А нам куда прикажешь? Макс. А тебе, Ваше Величество, ты меня прости, что я тебя мусором нарек. Петр. Да ладно тебе, сударь. Прощаю. Ты человек подневольный. Меншикову. Ты, Александр Данилович, топор-то положи. Не сверкай тут. Меншиков. Ну как прикажешь, Минхерц? Уносит топор в кулису. Только я не разумею. Дальше-то нам куда? Петр. Вот и поспрошай, мил друг, у этого сударя. Макс. Извини, Величество, тут я сейчас командую. Всем спокойно. Встаем. Все. Спокойно. Без суеты. Встаем. Танцуем. Медленно. Тихо. Танцуем. Все в шкаф. Начинается странная медленная танцевальная мелодия. Все поднимаются из-за стола. И в ритме этой мелодии, как зачарованные, движутся к шкафу и исчезают в нем. В последнем мимо Макса проходит Юрик. Макс. Мне тоже туда? Макс. Нет, нет, Юрик. Тебе коробочку держать. Передает Юрику коробочку. А я мне туда. Только кнопку не вздумай нажать. Уходит в шкаф. Юрик остается с коробочкой в руках. Меняется освещение. Мимо Юрика к шкафу движутся неизвестно откуда взявшиеся персонажи. Переводчица, голландский мастер, Анжелика, Поволодский. Свет медленно уходит. Фигуры исчезают в шкафу, постепенно превращаясь в неясные тени. Лишь Юрик с коробочкой стоит в пятне света. Коробочка в его руках начинает мелко дрожать. Юрик в ужасе, не зная, что с ней делать, отбрасывает ее подальше от себя, А сам ныряет под стол. Коробочка неожиданно открывается из нее с диким хохотом. Выскакивает на пружинке кукольный чертик, страшилка. Темнота. Картина двенадцатая. Разбитая корыта. И стало все снова как было. Та же серийная двушка, что и в начале. Все обшарпано и запущено. На столе натюрморт с водкой в центре и двумя стаканами. За окном вечер. Радио изрыгает попсятину. После долгой паузы из-под стола выползает Юрик. Долго сидит на полу, осматривается, протирает глаза, трясет головой. Поднимается, подходит к двери в кухню, слегка приоткрывает ее, прислушивается, принюхивается. Лицо его светлеет. Котлеты. Вдруг спохватывается, устремляется к шкафу, берется за ручку, но сразу открыть не решается, некоторое время раздумывает, затем резко распахивает дверцу. Шкаф как шкаф. Полон различной одежды. Фу, зараза. Черт. Черт, и что это? Что это было-то? Не понимаю. Сон. Наваждение. Наливает водку в стакан, но медлит. Блин, даже пить не хочется. Ставит стакан на стол, подходит к шкафу. Вот скажи, вот просто скажи, без эмоций там всяких. Я, что я тебе сделал? Нет, вот скажи. Молчишь? А потому что ничего я тебе не сделал. Блин. Что-то с компасом моим не так. Вкалывал всю жизнь, как волк, все на себе тянул. И что? Тебе-то просто. Стоишь себе и стоишь. Хорошо тебе. Тебе ребенка в школу собирать не надо. Жене платье покупать не надо. Жить тебе не надо. А мне что делать прикажешь, ваше фанерное высочество, шкаф? Куда мне себя-то пристроить? На какой галст ложиться? Ладно, не обижайся. Ты тут ни при чем. А вот кто тут при чем? Без стакана не разберешься, брат. Ну что молчишь? Не разобраться, говорю, без стакана. Ну молчи, молчи. Решительно идет к столу, берет стакан, но помолчав ставит обратно. Ну что ты мне душу мотаешь, а? Ну что ты молчишь? Ну ты видишь, я в тупике. На мели, можно сказать. Садится, вздыхает. Не могу я так. Не хочу я больше вранья. Ну не хочу противно на эту морду в зеркале смотреть. Боже, как быстро все изменилось. Я и не заметил. Я же любил, люблю эту женщину. Я жить без нее не могу. Слушай, ну что ты сделал со мной, а? Ну зачем, зачем ты вот так пошутил? Разве я тебя просил? Нет, не просил. Все было ясно и просто. Выпил, поорал, лег, лег, проспался. И все хорошо. А теперь-то что? Я же себя ненавидеть стал. Мне даже дрянь вот эта вот противно. Выплескивает водку прямо на пол. Ты слышишь меня? Ты, врачеватель хренов, инженер человеческих душ. Ты вот молчишь, а я знаю, почему ты молчишь. Ты ждешь, ждешь, чтобы я тут покаялся перед тобой, на коленках поползал. А я, может, всю жизнь только и делаю, что каюсь. Знаешь, как мне хреново бывает после того, как я с Галей, когда наору на нее. Один раз, знаешь, даже замахнулся, ударить хотел. Не знаю, как удержался. Я потом три дня смотреть на нее боялся, глаза прятал. Она же тоже любит меня. А я, баклан, салага, липовый моряк, включил машину времени и в офсайт. На флоте у нас таких, знаешь, как раньше воспитывали. Что такое леньки? Знаешь? Нет, леньков мне мало. Я, знаешь что? А знаешь, что я сейчас сделаю? Я сам исправлю. Все исправлю. Без тебя исправлю. Бросается к шкафу ищет китель. Где он? Блин, ну должен же быть здесь. Я же с ума еще не сошел. Ну мне же надо все исправить. Роется в вещах. Подставляет стул, складывает одежду на него. Напевает нервно. Капитан, капитан, улыбнитесь. Да боже ты мой. Ведь улыбка, куда же он задевала? Это флаг корабля. Ля-ля-ля-ля. Нет, чтобы вот здесь вот что-нибудь найти. Капитан, капитан. Галя! Галюня! Только смелый. Выходит Галя. Очнулся, капитан. Юрик. Помнишь? Только смелым покоряются моря. Галя. Да помню, помню. Протрезвел. Юрик. Мадам. Позвольте вам спросить вопрос. Где мой китель? Галя смотрит на него подозрительно. Неа. Еще не протрезвел. Поворачивается, чтобы уйти. Юрик. Любовь моя. Единственная моя. Цветочек мой весенний. Она останавливается в недоумении. Разве я такой трудный вопрос спрашиваю? Галчонок мой золотой. Ну, хоть убей. Я не помню, куда дел китель. Комично начинает причитать. Помогите сирому и убогому отыскать ему присущую весточь. Ну, чего ты молчишь? Ну, китель где мой? Не помнишь? Галя. Ну, в шкафу был когда-то, наверное. Ну, может, я его в чистку отдала. Не помню. Юрик. Роднулечка моя. Ну, найди. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Помоги мужу законному. Галя. Ты что, муж законный? Трезвый, что ли? Совсем? Я что-то не пойму. Юрик. Галочка, родная моя. Но при чем здесь это? Когда я китель потерял. Да и не пил я давно, не помню. Да и не хочу совсем. Галя. Юра. Посмотри мне в глаза. В глаза посмотри. Смотрю. Зачем тебе китель? Юрик. Не понял. Галя. Последнее загнать хочешь? Юрик. А-а-а. Лапушка ты моя. Ну, при чем здесь загнать? Ты на меня. Посмотри внимательно. Галя. Я тебя просто не узнаю. Ой. Сейчас Леонид Алексеевич зайдет с Анжеликой. Юрик. С кем? Галя. Юрик. Очнись. С Анжеликой. С кошкой своей. Он в командировку едет. Кошку нам оставляет. Недели на две. Юрик. А-а. Кошку. А-а. Понял. Галя садится на стол в недоумении. А я не понимаю. Я тебя не понимаю. Объясни. Зачем тебе китель? Юрик подсаживается к ней. Обнимает. Галчонок ты мой маленький. Успокойся. Китель мне нужен, чтобы завтра утром идти в пароходство. Ты знаешь, я подумал вдруг. Петр, ну наш, этот, великий, первый. Он же не только большие океанские суда повелел строить. Маленькие, ну там буксиры. Они ведь тоже нужны. Без них большие океанские. Они же как человек без рук, без глаз. Я пойду завтра. А-а-а. Ты вот только вот это вот со стола выкини в мусорку. Совсем. Навсегда. Она смотрит на него удивленно. Да не смотри на меня так, мышонок мой золотой. Я же тебя люблю. Занавис.